МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Адвокатом Натальей Крот. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Ситуация, скажем прямо, достаточно стандартная в наше время, и тема очень актуальная. Здесь в первую очередь речь идет о том, что понимается под честью, достоинством деловой репутации, и какие сведения являются порочащими. Если сведения, которые вы прочитали о себе, либо о своей фирме в интернете, являются, скажем так, унижающими степень ее востребованности для клиентов, унижающими вашу личную честь и достоинство, с вашей точки зрения, это может быть отзывы о том, что вы плохо работаете, или плохой человек, или глупый, все что угодно. Вы можете запустить, скажем так, следующий порядок защиты своего нарушенного права. В первую очередь, то, что была информация опубликована, надо зафиксировать. В настоящее время уже достаточно распространен механизм, так называемый протокол осмотра интернет-сайта. Этим занимаются нотариусы, вы можете обратиться в любую нотариальную контору, и там зафиксируют то, что эти сведения были опубликованы на данной странице. В данном случае человек знает, кто опубликовал отзыв. Значит, он может предъявить иск, а это делается посредством предъявления иска в суд, к непосредственному автору текста. Но в ряде случаев ответчиком по таким требованиям может быть также и лицо распространившего информацию, в частности, это может быть владелец доменного имени интернет-сайта. То есть именно исцу принадлежит право выбора того, кому предъявить иск. При предъявлении иска важно помнить, что вам необходимо доказать только лишь один факт. Факт распространения соответствующих сведений и то, что они являются порочищами. А уже то, что они соответствуют действительности, должен доказывать тот человек, который про вас плохо написал. То есть в итоге, получается, элемент доказывания лежит главным образом на том человеке, который позволил себе распространить сведения, порочащие вашу честь, достоинство и деловую репутацию. Спасибо, Наталья. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова